Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. А все потому, что огромной, невероятной силой оно обладает наше Великое Русское Слово. Великое Русское Слово, так называется, международный фестиваль. Его региональный этап стартовал в Севастопольском госуниверситете. И планируется, что объединит он около пяти тысяч участников. Севастопольский госуниверситет словно центр притяжения светлых пытливых умов. Тех, кому есть о чем рассказать и каким мнением поделиться. В зале люди разных возрастов и профессий, преподаватели, студенты и магистранты, представители национально-культурных обществ, научные сотрудники, библиотекари, политики. В режиме онлайн эксперты из других регионов. Всех участников объединяет одно – любовь и уважение к русскому языку, желание еще больше о нем узнать, погружаясь в историю, литературу, культуру и традиции. На экране видеоролик, снятый студентами СевГУ. Молодежь наизусть читает Пушкина и заодно вместе с великим классиком обращается к клеветникам России, тем, кто во все времена пытался нам противостоять. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный роз? Сховянские ручьи сольются в Русском море. Оно лисякнет? Вот вопрос. Строки, написанные в позапрошлом столетии, в сердце отзываются и сейчас. Делится одна из участниц видеоролика Анна Николаева, студентка четвертого курса факультета политологии, рассуждает, Запад по-прежнему надеется отменить все русское. Но эта идея сама по себе абсурдна. Как сказал еще один поэт Федор Тютчев, умом Россию не понять. Но в этом, пожалуй, и есть наша идентичность, неповторимый русский характер, объединяющий многонациональную страну. Во все века, как мы знаем, на нас все время нападали, а наши лучшие друзья были армией вход. Но это продолжается и сейчас. Мы не боимся заявить про то, что мы любим свою страну, мы готовы за нее стоять, мы поддерживаем традиции. Русский язык – наша гордость, бесценное наследие и достояние. Великий и могучий он был, есть и будет языком межнационального общения, одним из самых популярных и востребованных в мире. Беречь его для потомков, сохранять чистоту и грамотность речи, следуя современным литературным нормам – задача каждого из нас. Какую работу для этого проводят московские специалисты-словесники, рассказала сенатор Екатерина Алтабаева. В этом смысле сделаны определенные шаги по созданию общей базы словарей-справочников в электронном виде. С 1 января 2025 года такая база будет общедоступной. Над этим работает Институт русского языка имени Виноградова. И для нас очень важно, чтобы этой платформой пользовались все, кто использует государственный язык, и чтобы красивая русская речь звучала обязательно и в студенческих аудиториях, но и в средствах массовой информации, ну и, конечно, в органы государственной власти. Говорили на заседании и о том, какие специальности, связанные с изучением русского языка, можно получить в главном Севастопольском вузе. Профиль по направлению филология, который заточен под изучение русского языка, то есть профиль, который выпускают будущих русистов. Называется он сейчас «Русский язык и межкультурная коммуникация». Кроме этого, есть направление педагогическое образование, в том числе педагогическое образование с двумя профилями, которое на бакалавриате предполагает пятилетнее обучение. Не четыре года, как все бакалавры, а пять лет. И вот в том числе там есть профиль «Русский язык и литература», который ориентирован на подготовку будущих учителей русского языка и литературы. А студенты, переехавшие в нашу страну из других государств, русские изучают как иностранные. Неполученные знания они продемонстрируют во второй день фестиваля на мастер-классах. Это будут представители африканского континента, представители арабского мира. Они будут показывать студентам, как правильно писать арабскую вязь и тут же переводить это на русский. Они будут учить студентов играть на своем национальном инструменте, африканском барабане там-таме. А также студенты из Туркменистана будут учить наших местных студентов делать национальные украшения, которые популярны в этой стране. Мастер-классы проведут и представители севастопольских национально-культурных обществ белорусского, мордовского, гагаузского и других. В программе второго фестивального дня также запланированы викторины и фотовыставка. Анастасия Синица, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.